Здравствуйте! Приветствую вас на моем канале! И сегодня мы поговорим о хроническом течении заболеваний, таких как хронический аднексид, воспаление яичников и маточных труб, хронический простатит, хронический цистит, хронический кандидоз, молочница, рецидивирующий генитальный герпес. При этих заболеваниях вам будет рекомендовано пройти обследование, УЗИ, общий анализ крови и мочи, будет взят мазок на бакпосев и особо знающие врачи назначат вам анализ ПЦР с целью обнаружения трихомониаза. ПЦР это полимеразная цепная реакция, метод выявления ДНК-возбудителя. И вроде бы все меры диагностики проведены правильно, и вроде бы назначены правильные антибиотики, но после курса приема антибиотиков и сопутствующих препаратов через некоторое время проблема возвращается и переходит в хроническую форму. Почему это происходит? И почему это происходит не у всех пациентов, а только у некоторых? И сейчас мы с этим с вами разберемся. Все это происходит потому, что противовоспалительная антибактериальная терапия не смогла обезвредить патогенных микроорганизмов. Почему не смогла обезвредить? Потому что существовал резерв этих возбудителей, там где антибиотики являются бессильными. А теперь очень интересный вопрос. И где же находится этот резерв? И ответ очень прост. Резерв находится внутри такого микропаразита, как трихомонада. Я неспроста выпустила предыдущий ролик о трихомонаде. Кому интересна более подробная информация, ссылка на ролик будет в описании. Трихомонада – это паразит-матрешка, который способен внутри себя, как в контейнере, содержать бактерии, вирусы, грибы, такие как стриптококи, гонококи, таксоплазмы, различных грибов типа кандида, уриоплазмы, микоплазмы, вирусы герпеса, цитомигаловирусы, вирус иммунодефицита человека и хламидии. Самое противное в этом всем то, что трихомонада очень устойчива к действию антимикробных препаратов, так как имеет небелковую оболочку. Те паразиты, вирусы и грибы, которые находятся внутри трихомонады, также остаются неповрежденными. Воздействуют на трихомонаду только антипротозойные препараты. И вот представьте, что, скажем, женщина заболела аднекситом, или мужчина заболел простатитом. В момент, когда такой человек принимает антибиотики, те бактерии, которые являются чувствительными к этому антибиотику, гибнут. Но если в организме присутствует трихомонада, то находящиеся внутри нее эти же бактерии остаются неповрежденными. И вот внутри трихомонады они размножаются до поры до времени, пока хватает места. В определенный момент им становится тесно, и тогда происходит гибель этой трихомонады. И, конечно же, происходит повторное заражение. И опять все по кругу. Опять воспалительный процесс, опять антибиотики. Но ведь трихомонада это не одна. Их, так же, как и бактерий, размножившихся в организме, много. Я надеюсь, вы поняли главный смысл. Если есть хроническое течение любого из вышеперечисленных заболеваний, ищите трихомонаду. Тем более, что 50% зараженных в течении трихомониаза происходит в скрытой форме. И человек даже не знает, что внутри него есть этот паразит. Пока вы не избавитесь от трихомонады, заболевание вылечить не удастся. Многие из вас скажут, так я же сдавал анализ ПЦР, и он ничего не показал. Все дело в том, что анализ ПЦР из 100 зараженных выявит трихомонаду только у двоих. Об этом можете прочитать в книге «Трихомониаз мужчин, женщин и детей» авторы Клименко, Авазов, Барановская, Степанова. Сложность выявления трихомониаза состоит в том, что последние годы диагностика трихомониаза существенно осложнилась в связи с распространенностью нетипичных округлых цистоподобных форм этого паразита, о котором я рассказывала в своем предыдущем ролике. Ссылка на ролик будет в описании. По данным исследований методов выявления трихомониаза, с точностью можно выявить только при помощи культурального метода диагностики. Простыми словами, посева на питательной среде. Очень высокую точность определения дают посевы на таких средах, как среда Джонсона-Трасселя, среда Инпоуч-ТВ, питательная среда СВТ, НИИ имени Пастера. Подробно о эффективности методов исследования и выявления трихомониаза можете прочитать в статье, ссылка будет в описании. Итак, сегодня вы узнали причину развития хронических заболеваний, как у женщин и мужчин, так и у детей. Напоминаем, информация на канале дана для ознакомления. Перед ее применением посоветуйтесь с врачом. Ну а на сегодня это все. Желаю всем крепкого здоровья. Подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы получать уведомления о новых роликах на канале. Добавляйте это видео в плейлисты и делитесь в соцсетях. До следующих встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok